да вы с ребенком ели без кресла нам тут и тирешковой ну я не могу повезти вас без детского кресла у меня нет детского кресла я буду разговаривать с никами мне на тирешкова пожалуйста на занятия на 1045 я понимаю но надо указывать детское кресло вы разговаривать не будете потому что вам это не надо ничего заказывайте с детским креслом машину я сейчас диспетчеру позвоню скажу они отменят заказ двух вам по-любому запишут на счет потому что нужно указывать детское кресло уже шаташ не первый день же в ту неделю закон 19 числа приняли сегодня у нас 23 но я не приеду нас отказались вести ну я не знаю здравствуйте это 2869 ко мне с ребенком вышли здесь не указано что детское кресло пришлите машину с креслом я спрашиваю у меня будет отказ на на счету или что не понял девушка спрашивает неустойка будет да хорошо да будет неустойка всем привет друзья с вами life is strange и вы на канале таксистские войны друзья и сегодня вас ждет топ самых неадекватных я же матерей в такси и вы знаете на канале странная жизнь на которой конечно же ты уже подписан а если не подписан то ссылочка на этот канал болтается вон там вот наверху экрана подписывайся срочно так вот на данном канале выходило и выходит дофига и больше всевозможных видосиков касаемо я же матерей и их безумие в автомобилях такси я тут подумал они составить лично мой вы знаете такой субъективный рейтинг этих я же мамок он очень предвзятый и там на объективность не претендует ну просто я решил показать любимые сюжеты свои с ними связанными ну что же начинаем с 10 место поехали алло молодой человек в италии я только что вызывала такси из меня я так как у меня карта привязана с меня снялось во-первых огромная сумма 87 рублей все правильно такое перепугать это не спи за подачу машины надо было бы выбирать детский тариф там за подачу я ничего возвращать не буду за больше выбирайте правильно тариф детский там есть машина с креслом к вам приедет выбирать будете знать я еще раз повторяю верните я ничего никому возвращать не буду вытягивая хорошо 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 и вы мне будете должны больше да пожалуйста пожалуйста звоните в яндекс пишите в яндекс вам яндекс объяснить да что вы говорите они вас лишат на одни сутки нет деньги верните ну во-первых деньги не я у вас забрал а яндекс у вас забрал деньги я не списываю ваши деньги списывает яндекс так позвоните в яндекс да позвоните вы позвоните а какого хера вы не отменили поездку сразу а ждали сказал ты так будешь разговаривать знаешь с кем да нет я лично могу вам это сказать где вы есть сейчас быстро подъехали а еще чего а еще что сделать слышишь разговорчивая ты в курсе что разговор записывается я ничего не буду скидывать потому что это деньги яндекс списал это списал яндекс 90 рублей верни мне обратно я с тобой не ехала понял не надо было вызывать такси как это не ожидалось я вышла слышишь ты я вышла сразу же как ты только подъехал уважаемая тыкать знаете кому будете я еще раз повторяю скинь мне обратно деньги позвони в яндекс скажи ситуация так и так я не взял девушку зачем я буду звонить в москву тратить свои деньги зачем я буду звонить в москву тратить свои деньги вызывайте правильно выбирать дарив правильно вызывать это правило яндекс такси я это не я их то что не вызвали детский тариф указывать я не виноват кто будет на кнопки в телефоне потому что не на те кнопки в телефоне нажимал за вызов машины правильно до на то чтобы не правильно да но если ты вдруг та самая неадекватная я же мамка которая сейчас наверняка пишет на меня заявление в полицию ведь я тебя оскорбил а наш светоч наш гарант конституция который ну ту и самый который любит постоянно переписывать он же говорил что надо поддерживать срождаемость я тут четко то чушь не шу то узнает и еще та неадекватка но не расстраивайся таких как ты много у нас на канале таксистские войны и еще больше на канале странная жизнь ведь здесь я раскрываю все грани человеческого безумия где бы и с кем бы это не происходило моей цели не является как-то тебя обидеть мои цели лишь показать как ты глупо порой выглядишь когда пытаешься сэкономить на своих детях но еще заодно я хочу тебе напомнить что данный видосик несет исключительно обучающий характер ведь на примере различных историй и сферы такси я хочу показать вам как не стоит себя вести в цивилизованном обществе девушка покиньте мой автомобиль девушка высушите меня я я нахожусь в своем автомобиле в своем автомобиле я могу имею право делать что мне угодно вы не предупредили о ребенке я не готов оплачивать штраф покиньте автомобиль девушка вы сейчас незаконно находитесь чужой чужой собственность девушка покиньте автомобиль я вас сейчас отвезу в отделение полиции видео запись вы понимаете что вы незаконно находитесь девушка покиньте автомобиль я что я вам и такого сказал вы ну покиньте мой автомобиль вы от покиньте мою собственность вы на каком основании находитесь здесь так а вы зачем вы сели в автомобиль вы зачем девушка покиньте автомобиль что вы сказали девушка покиньте автомобиль девушка покиньте автомобиль вы издеваетесь вы как себя вот ведете вы неадекватно себя ведете девушка покиньте автомобиль девушка вы слушаете меня вы находитесь в моем автомобиле вы слушаете меня зачем сели вы сюда девушка уйдите с моего автомобиля друзья вы заметили какое количество парков сейчас развелось на рынке все они предлагают различные совершенно тарифы которые в первую очередь выгодны им они тебе и слава богу у нас на рынке есть такая компания как сигма ведь там ты сам себе выбираешь тариф который будет выгоден именно тебе и только тебе ну и конечно все необходимые фишечки в друг как в других парках у них тоже имеется в том числе моментальный вывод 24 на 7 на карты любых банков и у них кстати есть еще уникальная фишка это стопроцентная гарантия лично от меня от стрэнджа что никогда у тебя никаких проблем с данным парком не будет ведь они невероятно крутые и по секрету скажу их яндекс очень ценит поэтому наваливают их водителям заказов никому не говори короче друзья все меня вся необходимая информация находится вон там вот в описании по данным видео прикрепленном комментарии когда будешь к ним подключаться обязательно передавай привет от страна summity и все давайте давайте у меня ребенок мне ехать надо видео фиксации есть то ты просто возьмешь и все давайте давайте у меня ребенок мне ехать на видеофиксации есть сто и все записано лагира ra arguj то хотите с меня деньги взять да двойную сумму какую двойную сумму вот сейчас меняйте день и снимут. Еще и я такси вызову. Это двойная сумма получаемая. Я же не нарушал правила? Я тоже не нарушала. Вы нарушили. Вам надо было сразу... Сразу надо было заказать здесь детским креслом. Во-первых, это не с меня возьмут, а интернет возьмут. Я у вас никакие деньги не беру. А кто пишет? Пишите в поддержку Яндекса. Что хотите-то? Я хочу, чтобы вышли из машины и все. Поездка не состоится. Везите, пожалуйста. Мы уже опоздали. Я вам изначально нормально предложил. Все. Вы начали конфликтовать. Кричать на меня. Кричать на меня. Ну, извините. Не надо извинения уже. Все, я сказал, не повезу вас. До свидания. Мы опаздываем. Повезите, пожалуйста. Закажите другую машину. Я не могу двойную оплату возьмать. У меня нет там денег. Повезите, пожалуйста. Я вам наречку сейчас переведу и все. Что такое? У меня не получается по времени и по деньгам. Повезите, пожалуйста. Я вам сказал, не состоится у нас поездка. Вы изначально накричали на меня, а сейчас хотите, чтобы я вас повез. Я вас не повезу. Вы по-хамски относитесь ко мне. Почему я должен к вам тогда соответственно отнестись? Вот эти 30 рублей, как мне их доплатить, если я не заказываю? Заказывайте с креслом в следующий раз. Хорошо. Вы довезете машину? А? Я не повезу у вас. Я заказ сделаю. Вы без детского кресла заказывали. То есть заказывайте с детским креслом. А как с детским креслом заказывать? Ну и хочу поднять спорный вопрос, из-за которого много и часто срутся люди в комментариях. Часто вот пишут, когда видят сюжетики там на тему того, что таксист отказал в перевезке ребенка, которому уже 7 лет, 8 лет, 9 лет. И типа потому что водитель сказал, что у него ремень безопасности проходит по шее. Ну нельзя. И многие пишут, типа какого хера? ПДД сказано, типа до 7 лет детское кресло там, ну либо бустер. Ребята, все очень просто. В ПДД также сказано про рост, а также о необходимости того проследить, чтобы ремень не проходил как раз таки по шее. И да, если он проходит, то нужен бустер. И да, отвечу для тем людям, которые постоянно спрашивают, а если взрослый человек, ну не знаю, там 40 лет, но у него маленький рост, ему что, тоже в бустеры? Ну да. Ну иначе он прям у тебя в машине, в случае ДТП, возьмет и туда, к братцам отправится. Тебе это нужно. И кстати говоря, для взрослых людей есть даже специальные бустеры, очень прикольные, кстати, такие компактненькие продаются. Поэтому такая достаточно распространенная проблема, не только у нас, но и в Европах ваших, там где люди как бы знают, что жизнь-то важнее, чем там спорить за того, что нужно ли садиться на поджопник или нет. Короче, друзья, поэтому если ваше чадо, например, уже подросло, и ему там не знаю, 8 лет, как ему, и он не дотягивается, ремень так проходит, садите его на бустер. Вот, к примеру, у меня чадо, ему 8 лет, но у него ремень вот проходит ровненько, поэтому он до сих пор ездит на бустере. Если заказываем такси, то заказываем детский тариф, и ничего не бухтим, никто не растаял. И да, вот от этой доплаты, ну, порой бывает она большая, но вы знаете, стоимость жизни, жизни человека, жизни ребенка твоего, она любому дороже, чем ты заплатишь. Ну, или я не прав, напишите в комментариях. Не будет крошить. Кушать не надо в машине, пожалуйста. Я еще раз говорю, он крошить не будет. Кушать не надо в машине, пожалуйста. Я вам еще раз говорю, я не могу сейчас забрать у ребенка сорта, он крошить не будет, это не крошится. Проверите. Я не могу сейчас, знаете, взять лодку, ребенка вытащить. Это, блин, бенки у вас. Все, девушка, другое такси заказывайте, отменяйте. Отменяйте. Везите нас, я вам еще раз говорю, вы работаете в Яндексе, везите нас на место. Я не собираюсь с ребенком ничего отменять, понятно? Или я здесь сейчас 102 вызову, и мы тогда посмотрим. Тогда я так отменю, так все, вези нас туда, куда на место, не надо было приезжать. Я еще раз говорю, или я все Яндексы так я подниму на уши? Поднимайте. Я вам еще раз говорю, я отсюда не буду нас на место отвезуть, откуда вы нас, мы просто так не вышли, мы не будем сюда уходить, нас на место отвезти. Коль вы приехали сюда, мы вышли, мы не будем вызывать, либо нам такси вызывай новое. Вызывайте другое такси, я вас не повезу. До свидания. Отменяйте поездку. Я буду сидеть до того момента, пока приедет такси нашим. Ясно? Я не собираюсь здесь с ребенком, здесь раз вы приезжаете, адрес, вы срываете мою поездку и мое время тратите. Нет, вы девушка сами срываете. Зачем вы конфликтуете? Вы конфликтуете, я вам еще раз говорю, крошек не буду, Девушка, машина, она для того, чтобы ездить, а не чтобы из ней курить, кушать или пенить. Не курят вам и не вот именно. Вот она не для того, чтобы здесь кушать, понимаете, машина. Я не могу за каждым пассажиром постоянно убирать. Я вам еще раз сказала. Вы не надо со мной в таком тоне говорить, что вот я вам сказала и так далее. Все, я принял заказ, я сейчас поеду на другой заказ. Выходите. Значит, будем сидеть, ждать, пока я вам еще раз сказала, я буду сидеть и ждать, пока заказ мне приедет. Я неясно сказала. Я поехал на другой заказ. Как хотите. Или выходите здесь, или я поеду сейчас на другой заказ. Дети, будем, значит, с вами кататься. Я вас везде в ютубах размещу. Вы просто не на пуль нарвались, я вам еще раз сказала. Вы мое время потратили? А я что, по-вашему, чем занимаюсь? Вы мое время отняли у меня. Вы у меня тоже время отнимаете? значит, не надо работать со психикой, все беспорядочно. Да у меня в порядке все со психикой. Просто, когда на меня, на меня в моей машине, когда наезжают, это, знаете, это... я думала, на Ленина я не буду с дорогой. Вот здесь выходите, вот здесь выходите, вот здесь выходите, здесь выходите. Я с ребенком буду с дорогой переходить, не буду. Короче, не хотите, вы мое время, я подождем не собирать, я вызываю, я пользуюсь вашей программой, чтобы не выходить под дождем с ребенком, нарваться на какого-то психа неадекватного. Значит, если у вас проблемы, не надо работать в сфере, если у вас проблемы, вы знаете, я к вам на работу не нанимался, вы хотите по-человечески, то и разговаривайте по-человечески. У меня такси приехало, вы меня отвезли на очень далекое расстояние. Вот сейчас выходите, вот я вам сейчас последний шанс даю. Развернитесь, мне не надо шансы давать, еще раз, вы не развернитесь. Я не буду разворачиваться. У меня такси приехало на том месте, где вы меня оставили, это ваши проблемы. Я отменил это. Я вам предлагал выйти, не хотели выйти, вот теперь поехали. Ну, а если тебе этого безумия мало, тебе хочется еще всевозможных трэш-видосиков, трэш-новостей и так далее, то хочу тебя обрадовать. Вдруг, у нас есть свой телеграм-канал, на котором на постоянной основе выходят всевозможные видосики, всевозможные трэш-новости и там еще есть чат, где мы это все обсуждаем. Кстати говоря, я там постоянно сам зависаю, поэтому, дружище, пока смотришь данный подписывайся, там будет много трэш-ока и много веселья. Мы порой там на Эйшкак обсуждаем и косточки там перемалываем всем этим неадекватом. Короче говоря, ссылочку на наш телеграм-канал ты найдешь в описании по данным видео в прикрепленном комментарии, но там дофига и больше, как всегда, информации, поэтому самый легкий способ это перейти во вкладку о канале, как это ни странно, на канале Таксистские войны. Что вы там делаете? Через 10 минут? Мы же не можем. Через 10 минут? Кого через 8 минут? Какие правила? А что ты нас не везешь? Скажи, пожалуйста. 5 человек. Ты чё? Так чё? 4-потому? 1-место, 2-место, 3-место, 4-место, 4-место. Ну, 4-место. Ну, и чё? А там был человек трой маленький, где они? А с ней? У тебя есть дети? Сделаешь? Ты не правильно, не правильный, не правильный поступок. И на улице нас оставляешь, что у тебя есть? Детский тариф? У тебя есть, детский тариф? У тебя есть, я не перевожу. Ну, отменяй, что ты меня встал на улице? Ты мужик вообще нет? У тебя есть дети, скажи-ка, пожалуйста. У тебя дети есть? У тебя детей нет? Ты знаешь, отмени за ним. В 10 минут я отмению за ним. Ну, как ты сам? Мы чё даже стояли на улице, что ли? Ты вообще, куда катишься вообще с этим миром? Ты понимаешь, что нет? Дожди, я не знаю, как он не прав. Будешь ты мне рассказывать? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. По какой причине отказ случился у нас? А, потому что ваш ребенок ростом не соответствует тому, как он... А вы таким образом его померили? Я вижу его визуально. На пони чего вы сделали такие выводы? Как вы сделали вывод, что он не подходит по тому... Ну, я что, не вижу? Я что, не могу визуально определить? Как? Что как? Да, потому что по ПДД я не имею права вести человека без бустера. Замечательно. 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 Значит, сделайте отмену вызова. Я вам принадлежу. Поверните, пожалуйста, сюда экран телефона. И покажите, что вы сделали отмену вызова. Я сделаю отмену через 7 минут. Покажите. Сделайте отмену вызова. Я сделаю отмену через 7 минут. Почему? Потому что... Да, я отказываюсь. причина потому что человеку нужен бустер у меня его нет вы заказали не тот тариф детский тариф по правилам сервиса человека я должен перевозить подожду подожду без проблем потом некоторые злопыхатели не кряхтели на тема стрэндж уже не тот видосики не интересное то мне нужна для этого ваша помощь потому что без вас мне не справится и ребята если вы вдруг поэтому стали свидетелем вдруг как я много говорю слова вдруг сегодня до слова дня моя короче говоря если вы опять таки стали свидетелем какого либо безумия скандалов конфликтов драк в конце концов и без разницы где бы это не происходило на улице на даче в самолете в такси в магазине в пункте выдачи заказов наличной клетки короче говоря в любом месте но главное в этом умудрились заснять на свой телефончик ну либо на любую другую камеру то вы просто обязаны высадить свой видосик мне на канал а вот куда высылать вы найдете все там же в описании по данным видео прикрепленном комментарии но если вы помните я уже говорил что там там дофига всегда разные всякой информации поэтому самый легкий способ найти куда высылать это перейти во вкладку о канале как это ни странно на канале таксистские войны здравствуйте 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 еще кто-то будет кто-то будет способ оплаты изменен на наличные ну ладно сейчас мы разберемся к прежнему это те мужики должны были то оплатить те мужики должны были оплатить но 14 минут сколько не они еще 14 дней по стоимости а по стоимость стоимости 1070 все нормально щас мы приедем не на тюрьму чтоб я позвонилась чтоб не оплатывались то извини вам ну если вам так будет на тюрьму как-то я могу в окно подключать у меня все нормально чтобы не пришивали еще 5 и 5 километров 5 и 5 километров да и 8 минут а плата будет как в итоге-то ну ну личными щас я сейчас я стучусь в окно и если хотите я могу позвонить от вас полки давайте так давайте а свой телефон у меня нет ну давайте с моей с моей руки ну восемь девятьсот шестьдесят пять серёжа ты чё один ну я через минут сколько я приеду серёжа ну давай переводом я же с малышкой переведу ой а наличка переведу конечно отойдите а там пошевать нормально там гашнул один ну и каким еще может быть женой аж а вы будем шоколадку выкупать не я шоколадку не буду ну ладно нечто понежке с Smash ролелью помниться что ли туда едете много будете знать скоро заставитесь Да я уже понял, я уже... И не боитесь? Чего? Вдруг жена забавит Кого? Вас Меня? Да Я? Боитесь? Да, бояться нежям, которых жены не устраивают А меня? А мне не нужен Это нужен никого У меня есть уголник И сестры Правильно? Угу Я никому не обязана Ну жены разные бывают иногда Мне бы что тратить Уже... Где ходки? Интересно, где ходки? Да я шучу Ого Ого Опасно стало с вами это что-то Еще мы в таком переулке Ну я сейчас тебе на кормятину повяжу И пигуру И пигуру Что делать больше? Между ботками Это все дурак что ли? Мы еще под едем Еще по Васильеву Темный переулок У меня четверо детей Я вообще мать Четверо детей Первый Второй В лодке И двойняшки Ну просто не думал обо мне Да я и не подумал А я так-то пожел Уступали вас с вами Татистами Честь целой себя Перекидывается И бабки Почему? О А у меня есть номер Отчетом Если я захочу То я могу Не могу Не могу Если честно Не надо для меня Секс энерджи Что хотите То и делайте Да я пошутил Я не стукач Я не стукач Не могу даже и стукач Будем сейчас срать Ого Тогда обязательно надо позвонить А? Тогда обязательно надо позвонить А как Вас зовут? Я Оксана Оксана Все? Хорошо Я из Нытвы Я ей скажу типа Я из Нытвы А? Я с Нытвы Знаете девочек с Нытвы С вот Что-что? С городу Нытвы Девочек знаете? Неа Ну узнаете теперь Что вообще Да ладно я пошутил Не воспринимай Аааа 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 Не ваши все угрозы Да не я не спрятки Да я сейчас зайду В подъезд Я заберу И деньги так пизду И все А вы экспондент будете заходить? Да я могу остаться Могу Ха-ха-ха-ха И дистанть Ааа У меня было все Все что хочешь Такую же из Нытвы Вам же Можете и кинуть Да я могу и кинуть Петна выводить уже Да я могу и кинуть Да че 300 рублей Сколько я вам тебе взяла? 500 штат Ну для таксиста Такие деньги большие Да глупости ты говоришь Записывай мою фамилию Очень Давайте запишем Возыграй с Оксаной Эдуардом На 1 9 8 8 6 февраля А зачем мне такие информации? Мне главное Ваши 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 Ноги Ноги сырые Насквозь Все сырое Я как бы дура дурой Осталось в одном Ваши Неприятные Вообще журналисты Выщем не являетесь Знаете Если я вам захочу Я вообще Ваш бюджет Немножко могу урезать Потому что вы неофициально Правильно? Официально у меня это открыто Я не знаю А вы не верьте Ах я не верю Можете не верить Можете не верить Ты могу проверить Я не хочу Даже потому что ты мне везешь Нас на чистой поверь Мне без разницы Спокойся А я спокойно А я тоже У тебя же есть у меня номера Можете его блять Егошни да есть Ну чё, чё ты? Ну чё, звоним Немножко приедет Так А какой по детству? Так третий Четёртый? Третий Четёртый там был Алё Сержи, выйди пожалуйста Всё Давайте пока развернёмся Нет, прензал что? Да нет, конечно зачем? И за 270 рублей не буду у вас прензал Да берите уж А, можно? Да я шучу Я шучу Я шучу Я шучу Я вижу что ты молодой Я далеко не уйду Не переживай Так посидите в машине Да не переживай Я закрепска Оксана Эдуардовна Не переживай Уээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ у вас там шоколадка упала сиденье кинули походу меня сбросили сбрасывают тайн тебе не кину тоси-боси сейчас давайте еще немного посидим если сейчас через две минуты никто не выйдет то я выкладываю это в сеть пускай знают героев за такси не оплатили девушка должна была платить она не оплатила она сбежала ну извините извините а вы не будете оплачивать нет зашибись честно это просто даже незнакомая мне была а кто она для вам то никто в смысле никто вы что вы же втроем стояли бухали ну и что в смысле бухали так вы же там бухали от нее перегаром несло и там у вас на скамейке еще там алкоголь был я же видел понятно это вообще не знакомый человек аааа ну ладно давай кинули 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 а я еще вот давайте или это слишком подробно будет может это насчет насчет номера это у меня же еще номер остался этого мужика там может забамбим то его звонками вот сейчас ради интереса позвоню Серега какой то сейчас еще я его напишу нас просто алло ну че кинули да в итоге нет нет никто тебя не кинул в смысле а почему вы не выходили послушай меня я вас внимательно скажу я хочу тебя спросить ты меня Данитовой отвезешь закатали я тебя сразу перевезем ну сейчас вот 300 рублей сколько я тебе там нужна и Данитовой закатали я никто не кинул я не собираюсь тебя кидать еще раз сейчас я щас выхожу вот идешь мне Данитовой а Данитовой это где у нас посмотри Данитовский район на Валинске это где как сказать то ну Данитовой это ну Данитова сколько это сколько километров примерно ну я щас посмотрю 70 километров посмотри и перезвони пожалуйста да ну щас я посмотрю здесь а не выключайте ну давай даже не переживай а почему вы в трубку то не взяли когда я звонил да я я хотела в туалет если тебя никто не кинул даже не переживай я щас возьму ну щас ты позвонишь мне я тебе возьму жопу у тебя ага тысяча тысяча девятьсот так то дотуда таксисту а за тысячи я не готов таксисту таксисту я вот вызываю тысяча двести триста триста я тебе должна тысяча двести полтора третий я щас перевожу я щас сажусь по приложению ага вот и поймали что 18 человек что ты меня довезешь давайте сначала оплатить за поездку за эту да и за эту и за ту ну я зайду сейчас от тебя в Тиньков в смысле не понял на в Тиньков зайти чтобы оплатить тебе поездку у меня нет ни телефона ничего а тот мужик чё а то что да нет у него никто я я вот тебе сяду сейчас с тобой да серьёзно чё я на ёблоке не можно сесть тут а ой парень я к тебе сяду и всё нормально тысяч рублей тебе дам ты чё сколько ну сколько надо 400 ну 400 да набери цифры какие цифры ну набери номер что ли да да 8900 8908 8908 26 а этот кто теперь на громкой да на громкой в общем я сейчас в администрации да 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 ну ребята с глобусу любимый эфедром если ты меня сейчас отправишь ну как бы в нытву пока мы едем в нытву пять минут я тебе отправлю а тебе полторы тысячи не я уже больше не вижу да я сейчас прям тебе отправлю ты меня отвезёшь это полтора нет за 1900 отправит отвезешь и плюс еще 300 а 400 точнее ну будешь видеть меня так сначала деньги давайте Андрея это Ксюша а потом что это Ксюша позвони срочно судьбу свою да не переживайте никто кинуть не собрался честно что судьба что вы хотели сказать да судьбу свою это Бог темечка поцеловал сейчас в Тинькофф выходи из Тинькоффа из своего что я мать твоих детей клада будет блять а как нам в Тинькофф зайти через без пароля ну как нет не может быть такого а если в Сбербанк съездить угу поехали поехали это уже плюс еще сотка там ты что думаешь если бы я тебя хотела кинуть тебя бы тебе это вот я прям на ночь я чувствую людей у меня вот разные глаза честно ты видишь у меня что разный цвет глаз дай мне карты дам ты присвоен да я люди вижу через какие 絲 Внимание на карту! А можешь в телегу зайти? Нет, не могу, но у меня нет телеги. А если когда-то захочешь телегу себе завезти, всегда заведи сейчас серую телегу. Мне телега не нужна. Мне нужна, блядь. Надо в это уехать, чтобы тебе бабки отправить. Чтобы ты не ссыкал. Меня сильно запечатлило, а я понимаю, что ты нормальный парень. Может быть и ссыкал? Я ссыкал? Ну не из тех, кто сдаст. А я ссыкал? Вы его плохо знаете. Не ссыкал же? Где ссыкал? Три недели точно назад. Ссыкал немножко за себя. Я? Да. За своего близкого человека ссыкал. Но не сдал. Что мне понравилось. Чего? Ну не сдал же. Кого не сдал? Да никого не сдал. Три недели назад? Три-четыре недели назад, да. Не было такой причины? Было. А ты откуда сейчас взяли это? Кто вам? Я знаю. Я не настаивала на то, чтобы ты мне сейчас это отвечала. Да. Нет. Не знаю. Мне не надо это. Он сейчас... Подписывайся, да? У тебя реально же два раза судима. Что судима? Ну судима 14 раз, а отсидела два раза, да? Кто? Я? Я. У меня четверо детей. Я недавно из Донбасса. И ты что думаешь, они вот таких парней, как ты, да? Из Донбасса. Которых мы недавно. Мы, вас, как бы наш, ну... Ну вот Сбербанк. А я Тиньковым там смогу еще использовать, как этот? Да. Да? Не уезжай. А как, вы же не оплатили? Не взять. Как мне это? Блядь. Здесь никак Тиньков не взять. В смысле? Не взять? Мы уже взять. Нет. Я туда делаю. Там весь баланс есть. В Сбербанке весь баланс. Другие карты. Могу я посмотреть? Здесь и нет. Дай я еще раз позвоню. Я не хочу перед тобой взять. Дуре какое-то быть. Похуду я зря приехал. Нет, не переживай. Я все равно тебе отдам. Какой номер? Хорошо. Вот это да-да. Это? Да. Я думал уже вы сняли деньги-то. И вас кинули, и меня выкинули. Да я тебя не кинула, поверь мне. ВК можно ко мне зайти? Нет. Все, ладно, я поехал. Я сейчас уйду на попытках, но мне напишет свой номер. Я тебя не кинула. Я в принципе все равно поеду с тобой в Нытву. Я тебе серьезно говорю? А я не поеду. За две с половиной? Я лучше не поеду. Ну за две с половиной не поедешь? А как? Хоть за пять. У вас же нет денег. Так у меня буду, поверь мне. У меня просто нету сейчас телефона. Да, все, ладно, выходите. Я поехал. Номер с телефон дай мне свой. Не, нахуй это надо. Я не люблю такое отношение к себе. Давай, мне номер телефона запиши на ручке и листочек. Давайте я ваш номер запишу. Нет. Почему? Мой номер, потому что дома. И там, который из Донбасса недавно пришел. Напиши мне на листочке. Я тебе позвоню и отдам тебе деньги. Мне такое не надо. Я человек не тот. Я мать четверых детей. И вообще, в принципе, ты мне понравился как человек. И знал, что я через тебя смогу делать дела. Просто ты будешь моим таксистом через ныть твою перь. И я знаю, что я буду на тебя надеяться. Давайте я вам доглушу скину на ваш номер. Ты на 8 965 скинул номер? Найди меня ВКонтакте. 625? 8 965, да. Есть, да, я ему раз, два, три, четыре. Есть этот номер? Да, есть. И ВКонтакте меня найди. О, зачем? Ну, найди. Ты куда написать? Ничего не надо. Да нет, я не буду. Найди, пожалуйста. Мой номер есть. Это уже ваше желание отправлять мне деньги. Сколько я тебе дождаю? 500 рублей, да? Секретку не дашь хоть? Нет, не дам. Сейчас машина проедет. Сейчас. Ну, хорошо. Два часа если еще, да? Два часа и тысяча. Два часа и тысяча. Цыганка, похоже. Так вот, короче, я тут подумал, она ничего не оставила больше. Ой, короче, если она скинет не деньги за такси, если скинет, если скинет, то я скрываю ее лицо. А еще другая проблема. Часто пишут мамашки и говорят, ну что, а если у нас двое детей, трое, пятеро, что делать? Ну, самый простой способ это вызывать сразу же там две, три, четыре, пять машин такси. Ну, либо вызывать минивэн и с детским креслом опять-таки. Там, кстати, часто в минивэнах сразу два кресла, поэтому можете в пунктик выбрать, если вы выбираете и заказываете через Яндекс такси. Ну, да, данная корпорация зла, она уже по сути монополист, скорее всего вы пользуетесь данным агрегатором. Так вот, минивэне уже может быть два места, а для остальных детишек ему придется на своем горбу тащить детские кресла. Ну, потому что, ну, представьте, какой водитель забьет себе полностью багажник детскими креслами. Тогда у него получается, что вообще нельзя будет остальных людей водить, потому что мало ли, у кого-то там чемоданы будут, у кого-то еще какие-то там, не знаю, сумки, пакеты и так далее, которые нужно положить в багажник. А багажник весь забит в детских креслах, потому что водитель ждет того самого одного заказа в день, а то, возможно, и в неделю таких вот многочисленных, ну, мамашек с многочисленным потомством. Поэтому, ну, давайте входить в положение. Ваша проблема, по-хорошему, ну, не беда водителю, вообще-то его никак не должно касаться. Дядя плохой, а вы плохие. У вас нет мозгов, походу. У вас мозгов нету, понятно? Слушай, ты, ты дорогая, блядь, ты рот свой закрыла, а заказывал машину с ребенком, понятно, блядь? И следи за языком, что ты говоришь, стоишь с ребенком, пошла отсюда, пьянь, блядь. Пошла отсюда, сказал. Ты чмо, иди отсюда, сказал бы. Ты необоснованная, невостребована. Иди свои рогатки, раздвигай в другом месте. Да-да-да-да-да-да, хорошо. Да-да-да. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Собралась и пошла отсюда вон. Я разберусь куда, может, вы отойдете тогда? Давай-давай, езжай отсюда, езжай отсюда своими рогатками. Езжай, 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 красавица. Ещё, ещё, я записываю. Давай записываю, я тебя записываю. А я хочу записываю. Если вы недоволен. Посмотрите сюда, вот давайте, как вас зовут? Ты глупый? Нет, ты глупая. Сиди за языком, H&M одену и пойду вон, дешевка, блядь, пиздец. Такие вы забавные, вообще. Иди отсюда, иди отсюда. Это что, это что, паблик 35, H&M? Да. Общество такое есть. Общество лохов? Да. Да. Ничего то, что Volkswagen? Да. Это всё, что ты можешь? Конечно. А трусы Гольф? Конечно, нет, у меня Сошана. О, блядь. Езжай отсюда. Шкура необразованная эта. Отказывайся от такси. Сама отказывайся, ты, блядь, швабра. Я б ты рот свой закрыла, нахуй, сказал. Рот свой закрыла, швабра, блядь. Слышь, ты лоп, блядь. Рот свой закрыла, швабра, блядь. Ты машину нормально закажи. Слышь, ты лох, блядь. Я говорю, машину нормально закажи, блядь, лох. Ты лошара, я не вижу. Так ты не умеешь заказывать машину нормально. Твои проблемы, они мои, понятно? А перевози детей на детских креслах. Угу. Напиши в Яндекс, пожалуйста. Премии лишат. Мы всё записали. Да, конечно, записывайся. Мы всё записали. Записывайся. Господи, кто тебя чё так разговаривает? Ты колхозница, блядь. Всё писали. Собирайся, уезжай отсюда. Отказывайся и всё. Мы готовы заплатить на такому водителю. Так я надо заказывать с креслом. Я не работаю в детском тарифе. Чтоб не было всяких водить детей. Вы приезжаете, говорите, извините. Господи, у тебя у тебя так варманеры такие разговоры, да? Люди на тебя посмотрят. Меня у тебя высшим образованием. В отличие. Да какая разница, если ты тупая, блядь. Твои высшее образование тебе не пригодилось, если ты не можешь соблюдать элементарные правила, блядь. Что? Что? Я говорю, зачем тебе высшее образование, если ты не можешь соблюдать элементарные правила на социумах? В обществе. Да. Детей надо перевозить до 7 лет обязательно в детском кресле. Правильно? Почему вы заказали машину без детского кресла? Вы 10 минут разговаривали. Откажите. Откажите. Отказывайте машину и всё. В чём проблема-то? Вы же не работаете. Фоткайте, что хотите фоткайте, господи. Так вы глупо выглядите. А вы как выглядите, скажите? Так вы не работаете с детским креслом? Нет, нет, конечно. А почему вы не отказались от машины? А где мне указано, что это детское кресло надо? 1 минут назад. А где указано, что детское кресло надо? Скажите мне, пожалуйста. Нет, мы не написали. И давайте все вместе. Девушка, ну так если вы не написали, так как? Откуда у меня тогда детское кресло? Вы указали, что у вас детское кресло? Нет. Я не отказываюсь. Мы не озвучили, что нам нужно детское кресло. Ну вы не озвучили, что вам нужно детское кресло. Я не работаю в детском тарифе. Правильно? Ну подойдите сюда. Не могу вас ворать. Почему вы? Зачем? Дойдите сюда, я вас не слышу. А? Так вы откажитесь. Так отказывайтесь. Вы неправильно машину заказали. Вы неправильно машину заказали Вы неправильно машину заказали Вот вам в красно-белое надо С детьми в красно-белое Нормально Вот у вас мама по-моему даже более воспитана Чем вы Потому что мама понимает О чем я говорю А вы просто возьмите спокойно и уйдите отсюда молча И не устраивайте концерт И не устраивайте концерт Я не устраиваю концерт, так вы откажитесь Да вы откажитесь, вы заказали неправильно машину Правильно? Кто машину неправильно сказал, я или вы? Вы, значит вы отказываетесь При этом вы должны мне оплатить подачу У вас без нас значит мне все оплачется Вы откажитесь, откажитесь от машины Почему вы не можете отказаться Это же вы отказываете нам Так вы неправильно заказали машину Если у вас сейчас было 8 человек Ну так вы с ребенком То же самое Я с ребенком умею право перевозить Вот скажите, я с ребенком умею право перевозить? Нет, ну как вы не знаете У вас же ребенок, вы же ответственны за него Вы должны соблюдать правила, правильно? Я за него могу заплатить штраф А, ну так платите штраф, пожалуйста В другой машине, не во мне Мне нельзя перевозить детей Мне нельзя перевозить детей Какая разница, что я стою, я хочу здесь стоить Мне здесь нельзя стоять Так вы стоите у моей машины Стоите ко мне и со мной разговаривать Если вам что-то не нужно, можете просто идти дальше Все, не подходите тогда ко мне Все, сейчас пройдет 10 минут платного 10 минут пройдет платного ожидания Я просто откажусь от заказа Все, я вам сразу говорю А за языком надо следить Если мне надо, поверьте Да, ну отказывайтесь Откажитесь от поездки Ну потому что вы неправильно машину заказали, правильно? Вы нахамили Во-первых, вы на первом нахамили А я не буду, я не буду вам вступать в полемику Смысла нет с вами разговаривать Вот вы стоите пьяно, обтираете машины Даже поэтому я вас не повезу Ну хорошо Все Вы будете отказываться, нет? Я спрашиваю, вы будете отказываться, нет? Вы откажитесь, напишите что Вы будете отказываться, нет? Я спрашиваю, вы будете отказываться? Вы будете отказываться? Нет? Я спрашиваю у вас, вы будете отказываться, нет? Почему? Ну потому что вы решили отказаться Я не... Вы заказали правильно машину? Да. То есть с ребенка можно перевозить без кресла? А у вас есть ли с ребенка? Я спрашиваю. У вас есть ли сейчас с ребенка? Я спрашиваю. Вы подошли с ребенком? У вас есть. Вы с ребенком залезли в машину? Нет, я не заходила к вам. Вы уверены, что вы не заходили? Здравствуйте. Здравствуйте. Зайчон, садись. А сколько вашему ребенку лет? Что? А сколько ребенку лет? Пять. Я не могу вас взять. Смотрите на сюда в свои честные глаза и скажите, пожалуйста, То, что вы не залезали в машину с ребенком Которому 5 лет Не было такого Не было Девушка, отказывайтесь Скажите мне, пожалуйста Почему я должен тратить на вас свое время Бесплатно Скажите Потому что вам больше делать нечего Конечно, мне делать нечего Просто так езжу по заказам детей Девушка, просто По вам видно вашу ответственность Вам без разницы, как и что отвезти ребенка Лишь бы отвезти А пострадает или нет, и кто-то за это будет отвечать Вам без разницы Вот это вся культура ваша И то, что вы кричите Откуда, да откуда Приехал, не приехал В Volkswagen Solaris Этого не важно, ребят Поймите А вся культура проявляется именно в этом То, что надо думать не только о себе А о других людях Понятно? Молодой человек Вот Я вам сказал сразу Я сказал сразу Вы сказали плохой дядь Я вам сказал сразу Ну, хорошо, хорошо Если мы сейчас Смотрите, девушка Я вам привожу пример Мы влетаем в аварию Подойдите Подойдите сюда Подойдите сюда Подойдите сюда Зачем мне выходить Я сижу в машине Ну вы же со мной разговариваете Ты таксистка сраная Ты рогатка Иди отсюда Швабра Я бизнесвумен Я бизнесвумен Дай посмотрю на бизнесвумен Как что за бизнесвумен Ну такая забавная вообще Девушка, господи Вы знаете, что такое YouTube? Вы знаете, что такое YouTube? Ну вы можете выложить Вам все объяснят Вам все объяснят потом Вам скинут это видео Поверьте Вас узнают знакомые Родственники Не знаю Поверьте Просто стоит вам было отказаться От поездки И все молча Откажите сами Вы же не можете Все Я не могу отказываться Я не могу отказываться Потому что с меня списываются баллы После этого у меня блокируются Просто так мы отказываться От поездок не можем Да Так надо нормально заказывать такси Токси надо заказывать нормально С ребенком Вы заказали на авось Чтой прокатит Повезут без детского кресла Вас заказали без детского кресла Девушка Давайте вы не будете рассказывать Вы не первая, кто такая умная Поверьте Я не первый день в такси работаю И не первый, не последний Всяких шаболт вполне хватает в этом мире По-другому я к вам не могу относиться Вот этим отношением Вы показываете свое отношение К своему ребенку Которого относится безответственно И потом он будет страдать и за вас Конечно Давайте Кто самый тупой? Я говорю, что приезжают Самые абсолютно тупые И с ними можно договориться Самые тупые приезжают, с ними можно договориться? Абсолютно спокойно То есть как? То есть в штраф попастье? Я беспокойно почти в штраф То есть это умно, да? Пока за жопу не возьмут, не буду дергаться, правильно? То есть вы считаете возить Детей без детского кресла это нормально? Да? Да что ты машешь руками? Иди отсюда Просто По голове тебе постучи По голове тебе постучи По голове тебе постучи Молодец, молодец Работай, хоть бизнес-вумен Хромен Давай, давай, пофоткай А чем ты зеркало дергаешь? А? Давай Давай Зачем ты зеркало дергаешь? Таксисты убежали Далеко не убер Не захотел просто Отключить А давайте посмотрим Давайте посмотрим Как вас дали? Скажите, а можно перевозить детей без кресла? Можно перевозить детей без кресла? Вот, посмотрите Можно перевозить детей? А может быть 95 Понятно 110 Ущербный Ущербный 124 номер Нужно посмотреть, чей регион Красноярск О май гад Там реально баба А? Там реально баба А где вы родились? Давайте откроем паспорт и посмотрим А давайте откроем А давайте откроем паспорт и посмотрим Кто где родился А давайте посмотрим паспорт А вы знаете, откуда здесь? Нет, давайте посмотрим Ну так от чего? Ну просто посмотрим Я не буду с вами спорить Давайте откроем паспорт Паспорт и посмотрим Кто где родился Ну у вас это очень Не, ну так вы говорите Какая разница, откуда человек? Надо иметь культуру Понятно? А у вас культуры нет А у вас культуры нет Культуры нет Культуры нет в Красноярске А вы уверены, что я в Красноярске? Ну раз вы говорите Я не говорю, что я в Красноярске Ну у нас принято верить Вы уверены, что я в Красноярске? А я сказал, что я в Красноярске? Красноярске я санкт-петербурга бал конечно конечно ну собственно говоря и водители бывают ебанутые прости господи я не раз на слышал про историю когда они видят уже ребенка которая прямая явно подрощен там лет десяти просто подъезжая сразу же знаете по газам от него ну его типа нафиг хрен там разберешь ребят ну не надо уж прям бояться всех детей и как бы какая разница если он уже знаете подрощенный только ты можешь его спокойно вести а уж не шарахаться тем более взрослый уже такой ребенок лет 10-12 он вряд ли тебя там засрет его спинку сиденья там ногами не будет бить он уже взрослый достаточно другой момент вот тоже частый конфликт это когда родители отправляют школьников несовершеннолетних с водителями такси одних без сопровождения я был для меня это до сих пор шок я это не могу понять то что в основном это делают как это ни странно при заказе в экономии ребят вам вообще не страшно вас везет какой-то непонятный мужик без разницы там к его национальной принадлежности этот непонятный мужик во первых можете что угодно сделать с вашим ребенком агрегатор через которого вы заказали он ни за что не отвечает и хоть вы треснете в этом новости может наслушались что там теперь агрегаторы за что-то нет отвечает да нихера подобного они послали всех дружно в сраку и до сих пор как бы вне зоны ответственности они не являются участниками рынка перевозок так вот не представим ситуацию незнакомый мужик везет ваше чадо а чё у него в голове вы уверены что он нормальный ну ладно представим что водитель нормальный в экономе хотя в экономе куча нормальных людей просто там массовый тариф и на эти годом массовый тариф то есть среди пассажиров нормальных адекватно все равно будет встречаться неадеквата так и среди водителей это нормальное явление для любого массового продукта так вот представьте что по дороге там я не знаю у них авария произошла как вы будете вытаскивать ребенка или он будет ребенок ждать потом пока приедет дпс еще часа два три четыре вместе с водителем такси у него в машине а если водителя такси я не знаю там мади в москве остановила из-за то что он там путем листей что-то галочка не так стоит а у него сейчас машину эвакуирует что дальше там ребенок на трассе остался просто ребят ну блин задумайтесь но это не такая большая проблема найти кто сопроводит вашего ребенка но не отправляйте его в путешествие с непонятными людьми с непонятными сходом или я не прав напишите в комментариях читает что если я не предупредила его вызвать извини меня такси с ребенком у него личная машина он берет любу тянет за шапку и вытягивает меня с такси я вызвала тупо такси женщина оператору нужно указывать что эти с ребенком идет пометка саша помоги мне пожалуйста он твоего ребенка тянет за шапку давайте я поговорю с вашим мужем вы поговорите мы опупеете сейчас если ним поговорить и хорошо давайте с ним он тянет ее за бобон за шапку ребенка то что вы еще сейчас на меня наговариваете он тоже это будет плохо 102 набирать хорошо все давай слушай скажи мне пожалуйста по правилам он сказал что я вызвала и не предупредила что он что я с ребенком он приехал на своем личном транспорте и на личном транспорте он не имеет права вести ребенка я должна была в такси предупредить что я еду с ребенком или нет нет а почему он за бобон тянет любу твою вызывайте 102 я не обязана была вас предупредить не меня оператора мало 1 звоню первым тяну доделываем Сейчас, врачу Я не могу видеть Понимаете, кто тут сидит в машине? Или вы вообще не понимаете? Ну и сидите дальше Булки катать Лена, какое ты такси вызвал? Это животное, блядь, вытягивает за бабун Любу за шапку Выйди, пожалуйста Какое ты такси вызвала? Он вытягивает Любу за голову из машины Какое такси? Какой номер? Максим Номер, скажи мне Такси Максим Номер не знаю Тут человек какой-то неадекватный Я хочу узнать что Ну, давай все, я сижу Он меня за голову вытягивает Давай Давай Я не обязана было вас предупредить Меня не обязана А оператора Вы вообще пупели Я не обязана в этом делать Вам начальник ГАИ говорит Придурок вы Ну, завтра это видео будет в интернете Да В жопу запихнуть в ваше видео Вы моего ребенка за бубон вытягиваете шапки На видео тоже было видно За какой бубон и вытягивает кого Господи А че мы ждем? Че мы ждем? Поехали! Че мы ждем? Поехали! Че мы ждем? Поехали! Я никуда не поеду Никто никуда не поедет? А какой у вас номер такси? Не знаю Не знаете? А вы что не знаете где вы работаете? Сейчас выйдет ваша подруга Лена, какой ты такси вызывал? Заберите пожалуйста Я с ребенком имею право ехать Я никуда не поеду У меня нет кресла У меня кресла нету Кресла детского нету удерживающего Надо было оператору говорить Лена, я уже позвонила сам Оператору нужно было говорить Я не обязана была по правилам объяснять оператору Какое ты, скажи, вызвала такси? Я по правилам не обязана Вы мне не обязаны Оператору нужно было сказать, что вы едете с ребенком С ребенком просто едете Он ее за губон, за голову вытягивал С машины С ребенком вы едете Вам нельзя ехать с ребенком без кресла Что такое? Что за кресла? Здравствуйте Девушка Я только что вызвала такси Слушайте, я с ребенком Я по правилам ПДД не обязана вам объяснять Еду я с ребенком или нет Ваш водитель взял за голову моего ребенка Я вытягивал с машины У меня есть видео И меня вытягивал с машины Скажите, я должна была объяснить, что я еду с ребенком или нет? Первый раз Нет, по правилам ПДД, дорогая моя Ну почитайте ПДД Первый раз Подожди, что тебе... Подождите, мне надо было за голову Он моего ребенка вытягивал за голову Если вы так будете говорить, я вызываю ГАИ Покажу видео Вызывайте ГАИ Хорошо Что? Мы выходим Какой выходим? Он вытягивает меня за голову и моего ребенка Какие правила? Скажите, я вам должна была сообщить, что у меня ребенок младше 7 лет или как? Вы понимаете, да, ситуацию? Нет, я понимаю, но, честно говоря, первый раз такая ситуация Если... Слышите, я в шоке Если машина своя в такси, то нужно указывать, приезжает человек с... Да, мне начальник ГАИ сказал, что я имею право сесть и поехать в такси Вам по-другому или как это? Еще раз перезвонить? Кому В том, что он сидит и моего ребенка за голову тягает Он меня вытягивает за голову с такси Что мне делать сейчас? Мне выйти? Никого таких ребенка не было вообще Я первый раз это слышу Он вытягивает нас за голову с такси У вас какой-то шизофреник работает или как? С какого номера мы заказ оформляли? Лена Это шизофреник меня тянет за голову с такси 312-93-57 312-93-57 312-93-57 Не, ну никогда таких нюансов не было Ну когда, да Объясните мне, когда эти нюансы были И когда Какие, что моего ребенка в 5,5 лет вытягивают за голову с машины И меня вытягивают Вы что, вообще? Да С одной стороны и с другой И я не выхожу отсюда Я просто сижу, мне холодно Я вызвала такси Какой претензий? Что мне дальше выйти? Выйти и сесть на лавочку? Вы мне другое такси вызовете? Да, решайте горе с производителя Давайте их сюда вызывайте Я вызываю минуту Какой это же бред Мне сказал Саша Давай минуту Такого правила нет Есть, почитайте правила Подождите Мне сейчас сказали, что этого не может быть Вы нас попадаете или как? Чего я вас обманываю? Я не разговариваю Я позвонила человеку Который работает Я не пойду никуда Который работает в ГАИ Начальником Такого правила нет Я не должна никого предупреждать Что? Водителя такси не штрафуют за ребенка Он не должен быть пристегнут Ой, мне по барабану, блин Я сейчас вызову, блин, 102 и мы разберемся Вам все равно, да? Либо вы сейчас, возможно, может быть со мной бы хорошо поговорили Вызвали другое такси Вы дальше вызываете этот конфликт Я с ребенком сейчас должна выйти на улицу Или как? Ну это бред с алкогой Пять с половиной лет Мой ребенок замерз Пристегните, в чем дело Ну Это мои проблемы, Олечья Это мои проблемы Я вызвала такси Я на все выходила Девушка завтра Я вызвала такси И что я получила? За голову вырвали и меня и ребенка Завтра это будет видео в интернете Возможно, в новостях Вы знаете, вы не правы Нет! Я никогда не предупреждала В чем такой интернет и так далее? Ну, вы мне тут наговариваете Подождите, девушка, что мне делать? Выти на улицу с ребенком? Я даже не трогал никуда не выходил Я открыл дверь, подпросил их найти Они тут начали меня ухажать Почему? Ну, вы что, не слышали? Я-то что, терпичный друг должен, ну и что? Правильно? Да как вы, как ваша фирма Никак не страдает от этого Я им предложил Говорю, давайте типа вызовем такси Подождете и все Ну, пожалуйста, предложите Пока я сижу Ну вот Оператору позвонить Пускай мне приедет другая машина Приедет машина И все Пожалуйста Потому что очень холодно Я не знаю Где кому холодно Вы в машине сидите? Да 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 Не надо ничего выложить Не надо, девушка Надо Хорошо Я буду сидеть А мне пришлю и в другую такси А вы еще там ГАИ договорили, что работаете Привет Хорошо И что ты там еще записываешь? Можете улыбнуться Малыш мой А как вас зовут? Нет Ты что в милиции работаешь? Нет Что тебе рассказать? Рассказать, как я сплю? Ну, если хотите Вы с ребенком хотя бы просто уважение к ребенку своему имели и так тебя заваривали Ты какое уважение? Ты ее за голову взял и вытянул Я видел Ты уважение имеешь? Лена, сядь, поговори ему Ты ее за голову взял и вытянул Ты уважение имеешь Ребенка пятилетнего Может, понимаете, да? Что ты не права? Да Пожалуйста, выпишите лицо Нет Ну, ничего Слушай, а вообще Какой он имеет? Он право? Что ты там дугасишь? Какой ты вообще имеешь право? Ты кто такой? Я Водитель простой Ты кто такой? Говно, блядь, конченое Ну, товарищ господи, вы не правы, конечно Ну, хорошо, я не правы Ну, ничего Давай я тебя ломнусь Лена, успокойся Почему? Я попалась Ой, господи, гнига Кто тебя дает еще? Лена, пошли в другое такси Да я не пойду никуда, пока не придет другое такси Кто тебя дает вообще? Правая рука Там не была, но не красиво с вашей стороны Правая рука твоя тебе только дает Очень не красиво Ну пусть как бы там не было Как? Ну, как бы там не было, но это не красиво с вашей стороны Что именно? Ну, видео снимать еще Какое видео? Да это говно, которое, блин, дрочит тебя, блядь, каждый день Да у нас пока все вышло Волны Что ты там снимаешь, малыш? Что ты там снимаешь? Бедненького обижают Обижают малыша Не трогайте Не трогайте А что дальше? Что дальше? Да пошел на пол Можешь не вас сядут побыть Переживать И что? Ничего, вы в гои работают Ваша подруга Ой, дай мне это Я не знаю Человеческий фактор Какой фактор? Ну, так тоже непросто Ну, какой фактор человеческий? Ну, вы знаете Лена, что ты перед этим говном оправдываешься? Ну, у него завтра, блин, не будет вообще ничего У тебя будет то, что... Ух ты, дурак Ну, я ей это говорила Не надо стирать цевет Чего? Ничего Не надо это делать Лена, выходи Не, сейчас в другую машину пришлю Мы обучаем Все записываем Это видео Чего? Прям проходи Вызовем Так и сейчас приеду я в выход Лена, я не буду стоять на улице, мне холодно Я вызвала такси Отношу за это деньги 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 С чмого Нет, ты не ошибся, я молчу стою Я просто смотрю в твою наглую харю Ты вот смотришь видосик данный, да? Вообще тебя ничего не ёкает Давай-ка это, друг, подписывайся и чпокай срочно колокольчик Да так, чтобы из него вывалились все уведомления Ты по ним тоже чпокнешь И мы продолжим смотреть Молодец Ну так бы сразу А то мы тут все сейчас сидим и ждем, когда ты это сделаешь Короче, продолжаем öёёёёёёёёёёёёёё А с тобочкой здесь Две минуты прошли, я не знаю, диспетчером предъявляйте, машина тут ни при чем, машина тут ни при чем, кричать не надо, я не кричу, я не кричу, прилично ведите себя. И дверьми хлопать не надо. У тебя дома будьте, кто карать. Да хватит уже росту открывать, ему попиздеть не с кем. Послушайте, выходите из машины. Вперед октябрьская деревня. Выходите из машины. Выходите из машины. Выходите из машины. Выходите из машины. Я люблю ходить из машины. Да я никуда не выйду. Посиди меня. Мне не пишет светлый. Быдло найдете тебе и будет прокровать? Быдло ты как раз таки орешь. Я никуда не выйду. Ты не слышишь. Ты меня бесишь. Я беременна, села, стою под дождем. Я не вижу, что ты беременна. Орешь как психичка. Потому что бесите вот такие люди. И что дальше? Прекрасно у вас все. И что дальше? Ничего. Выходите из машины. Я никуда не выйду. Пока я не верю до места. Алло. Я оказываюсь вести пассажир. Она орет как бешеная. 102-я. А с этого перепугу я начала на вас орать. 102-я. Потому что вы орете. Я нечаянно хлопнула дверью, а вы начали на меня орать. Послушайте, она орет как бешеная. С машины выходить отказывается. Я не хочу ее вести. Хотя позвольте. Она орет как бешеная. Я отказываюсь ее вести. Потому что вы орать начали на меня. Я не орала на тебя. Я хлопнула дверью нечаянно, вы начали на меня орать. Я на тебя не орала. Подожди, мама родная. Кошмар. Да, это вы так сейчас сам так разговариваете. Кошмар. Выходите из машины. Куда я выйду? От тебя без ка-9 там выйду. Выходите из машины, я вас не повезу. Да ну будем стоять. Да, это моя машина. Орать не нужно на меня. Это мое имущество. Это мое имущество. Орать не нужно. Я тебя не заводила. Да ты была просто нормально. Я тебя не заводила. Во-первых, ты в машину села, можно было поздороваться чисто по-человечески. Во-вторых, ты хлопнула дверью. Я тебе не орала. Не надо, тогда дверьми хлопать. Не надо. Ну, ты вообще воспитанный человек? Я обязана с кем-то ругаться. Ты вообще воспитанная? Я спрашиваю, я обязана с кем-то ругаться? Кошмар. Выходите из машины и все. Я не буду с машины. Я села, понимаете, я не так легко плачула дверь, она мне начала наорать. Я не орать начала. Так я орать начала. У меня регистратор все пишет. Я тебе сейчас могу все это произвести. Давай посмотрим. Выходи из машины. Давай посмотрим, регистратор. Я орю, выходи. Ты больше орешь, девушка. Выходите из машины. Я тоже ничего не теряю. Если ты психически нездоровая, то можно, знаешь, и пролечиться. Это такие ебашки, ты разобьешься, ебава для зеркала свое. Не доводи меня. Я сказала, что я бы сядю. Это кошмар. Не надо со мной так разговаривать. Послушай. Девушка. Ты как вообще разговариваешь? Так, спасибо за разговариваю. Да что ты. Я с тобой так не отговаривала. Давай, я с тобой десантом. И я так голос не повышала. Я просто сказала, что дверью хлопать так не надо. Давай, поначнем. И по культуре ты должна была просто поздороваться. Хотя бы. Да нахуй я буду с тобой здороваться. Ну если... Если ты обиделась, что я с тобой не поздоровалась, или что? Да слушай, добежаться. Слушай. Ну о чем дело тогда? Послушай, кто ты такая вообще бежаться на тебя? Кто ты такая, что я с тобой здоровалась? Да можешь не здороваться. Дверьми тоже хлопать не надо. И орать тоже тут машине не надо. Понимаешь? Алло, ну как мне ее вытащить из машины? Вы... Не выходит? Она не выходит. Она орет и не выходит. Да ты свое поведение расскажи. Ну я боюсь. Она с такими... Она тут мне и ебать хочет. Я ей телефон не дам свой. Я могу громкую включить связь и можете говорить. Заказывала не она. Я не могу ей возносить. Я не могу ее возносить. Я громкую включила. Она слышит, я ей телефон просто не дам. Она в бешенстве. И понимаете, я... Чтоб она мне телефон разбила, я тоже не хочу. Хорошо, включите группу. Я включила. Включила, включила. Она слышит. Здравствуйте. Я не могу вам позвонить. Затем молодой человек, пожалуйста. Да, это Мухина вызывала. Затем молодой человек, я отправила за вас другую машину. Вас сейчас новый водитель соберет. Будет ее дать желтый номер в тот месяц. Я подожду, девочка, тут на улице дождь просто. А ваши культурные... Ну я сейчас просто восьмом краем поеду и все. Можно я договорю? И с быдлом, с быдлом находите другую... Выдла ты! Девушка, как у вас разговаривают вообще? Я села в машину, хлопнула нечаянно дверью. Она начала на меня орать. Покажи регистратор. Не надо руками махать. Покажи свой регистратор. Не надо руками махать. Руками не надо махать. Это кошмар. А еще, вы знаете, меня прям вот бесит люди, которые начинают вспоминать там советские времена. Что-то типа раньше же ездили даже без ремней безопасности. Если люди вообще свидетели, даже не свидетели, которые утверждают, что ремень безопасности убивает людей. Ребят, если на 100 случаев один такой попадется, это не значит, что остальные 99 случаев, где ремень спас человеческую жизнь, надо отменять. А также и с детским креслом, который говорит, да фигня, это все. Просто загуглите, что происходит с вашими детьми. И вообще даже, что с вами происходит в случае аварии сильной, если вы сзади сидите и не пристегнуты. Кстати говоря, по действующему ПДД предусмотрен для вас штраф. Сейчас в Москве, во всяком случае, рейды проходят и штрафуют, правда, как водителей, так и пассажиров. Но, кстати, вот водители такси, если вы этим работаете, не забывайте напоминать инспектору, что надо и пассажира штрафовать. А то вот часто они просто останавливаются на вас, вам просто выписывают протокол. А про пассажиров забывают. Пассажирам, кстати, по действующим ПДД тоже положен штраф. Поэтому наказывайте их рублем тоже, не только же вам одним страдать. Ну, либо отдавайте свой штраф им попущая, компенсируют. Они же едут не пристегнутыми. Но я ушел от темы. Так вот, друзья, это все, знаете, такой архаизм. Утверждать, что детские кресла не нужны для детей. Нужны. И для ясеных детенышек, совсем маленьких. Для них есть отдельные автолюльки, я вам расскажу. И для подрочных уже есть бустер, как мы поняли, для того, чтобы как раз-таки ремень пережимал горло. Ребят, все это спасает жизнь детям. Давайте вот на этом, в принципе, спор наш закончим. Все, что спасает и может спасти жизнь вашему ребенку, ребенку, он у вас один. Да даже если у вас их 10 детей, вы многодетная семья, вам что, не жалко одного? Просто давайте тупо осознаем эту вещь, что жизнь, она стоит дороже, чем любой там детский тариф. Поэтому на этом остановимся и просто будем нормально, правильно заказывать такси. Ну, в любом случае, согласны со мной или нет, и вообще, осилили вы мой поток сознания или нет, в любом случае, не забудьте поделиться ссылочкой на данный видосик. Ну, чтобы все остальные люди знали, какие порой безумные ежеманки катаются в такси. Ну и ставьте лайкосики, ведь говорят, от каждого лайка к ней про них узнают, их друзья, знакомые, их мужья об этом узнают, и после каждого лайка подходят к ним и дают вот такого тумака слабенького. Так, слабенько, потому что мозги все-таки нужно беречь, там, может быть, их немного, одна извилина и то прямая, но все равно от каждого тумака они-то умнеют, говорят. Поэтому, короче говоря, ставьте лайкосики, ведь от каждого лайка, я же мамке умнеет, и перестает выносить мозг окружающим. А это уже много чего значит. Ну и подписывайся на Таксистские войны, ведь впереди у нас еще очень-очень много интересного всевозможных разборок в такси. А с вами был Life is Strange, до новых встреч, пока-пока.